Добрый день, друзья! В целом оказал сопротивление достойное, поэтому в целом нормально все, но главное победили, забили в первом тайме и в целом я думаю, что если бы там счет складывался, не в нашу пользу могли добавить, а так в принципе по счету спокойно, зная о том, что это футбольный марафон, экономили силы, делали чаще замены, поэтому в целом уже есть опыт проведения таких, не проведения, а участия в таких турнирах, поэтому конечно необходимо себя не расплескать главное на стадии плей-офф. Потому что бывает к финалу уже достаточно тяжелые матчи даются. Ну судя по счету, как раз можно предположить, что ЦДК явно экономил силы, потому что мне кажется, если бы хотели бы, забили бы больше. Ну я бы так тоже как бы не стал бы на этом делать акцент, потому что соперник в принципе неплохо, команда Достоевский, мне понравилось, то есть по настрою, по желанию бороться. Неплохое оказывается сопротивление, честно говоря, непростой был матч, поэтому можно сказать, что слава и уважения в сторону соперника, то есть хорошая игра была. Наверное понимали, что впереди вас ждет Авангард. Авангард играл с еще одной командой из Санкт-Петербурга, Миллион Рос, но не смогли ничего сделать гости из северной столицы. И традиционное противостояние двух сильных московских команд. Авангард вам хорошо известен. Как брать Авангард? Честно говоря, мне он не очень сильно известен. Я знаю, что там Бунтик играет, а так в большей степени. То есть ребята, с кем-то мы тренировались иногда, играя в ЦДК, но по большому счету я не такой знаток любительской футбольной лиги, чтобы знать все команды на пересчет. Но они доиграли до нас, мы видели, что имели они много моментов, большое преимущество, но тоже счет был 1-0, поэтому я думаю, в целом нас ждет интересный матч. Ну как раз-таки Бунтов в игре 1-16 и забил единственный гол. Ну, он же хороший игрок, я помню, как по выступлениям за ЦДК, поэтому будет непросто. Достоевский, Досто, играет более прямолинейно. Авангард это все-таки более такая, по исполнению классная команда, более комбинационный футбол, таких два разных матча должно получиться. Вот, Жень, скажите, пожалуйста, проще все-таки играть, когда команда против соперника играет в футбол или вот именно забросы больше борются? Ну, с учетом того, что у нас в целом, наверное, более играющая команда, конечно, может быть, нам даже будет интереснее играть именно в такой команде, как Авангард, то есть более техничная. Конечно, такими бывает просто не очень легко, потому что, да, Достоевский играл в силовой футбол, забросы, два больших нападающих. Я думаю, что и там непросто, и там непросто. Все зависит еще от того, как будет матч складываться, понимаете. Здесь вопрос быстро пропустил и потом очень тяжело, ну, как сказать, времени не так много, 2 по 25, поэтому и есть всякие уловки, затяжки времени, замены и все прочее. Поэтому здесь необходимо, конечно, контролировать самим встречу, ход встречи и счет встречи, поэтому это очень важно. То есть вести в счете, потому что я знаю, что сегодня очень много ничейных результатов, а после матчевой пенальти, я думаю, что к мастерству не имеет никакого отношения. Это, в принципе, лотерея, то есть получается здесь, наоборот, шанс возникает у менее мастеровитой команды победить, поэтому необходимо до этого не доводить, а побеждать в основное время. Жень, последний вопрос, собственно, о КФЛ, в целом, да, нравится, несколько слов об этом турнире. Ну, мне кажется, что я прошлый год пропустил, я думаю, что очень масштабно, очень интересно, и уровень соперников, в принципе, вызывает, сказать, не то чтобы удивление, ну, в принципе, то, что я думаю, что у нас, в принципе, проходных матчей, ну, если учитывать с итальянцами, то есть, ну, просто мы быстро очень забили, во втором тайме с ними было непросто, то есть они, в принципе, тоже, опять же, навязывали борьбу, легких игр не было, поэтому уровень турнира вызывает приятное удивление. Ну, и количество участников, и девчонки играют, и дети играют, да, то есть задействовано очень много, большое количество людей, я думаю, что это не может не радовать, так что молодцы, так держать вперед. Все, Евгений, большое спасибо, отпускаем, и удачи в одной восьмой финала.